Доброе утро, мои дорогие! Сегодня мы с вами готовим холодец. Поэтому раненько я встала и сейчас будем готовить, вернее, ставить, вариться холодец. Пошли на кухню. Всего хочу показать, вот смотрите, у меня есть такой большой казан, вот такой вот, алюминиевый. Он зажарный, потому что в этом казане мы на природе готовим шурпу, ху, кашу. И вот в этом казане я готовлю холодец. Очень хорошо. Много воды помещается, долго температуру держит. Поэтому я набрала воды, но я вам сейчас расскажу, сколько надо будет воды. То есть я взяла казан этот. Теперь, прежде всего, нам нужна, я вам говорила, вот такая вот говяжья нога. Я ее помыла хорошенечко обязательно. Вот здесь могут быть волосы, поэтому все нужно хорошо обработать. И теперь я ее просто-напросто должна разрезать на две части. И у меня есть, вот смотрите, я вам сейчас покажу, куриные лапы, вот они. Я специально купила их. Я, как обычно, не добавляю, но одна женщина все время меня спрашивает, как сварить холодец с куриных лап. Очень просто. Она не умеет их чистить, поэтому лапы еще у меня не очищены. Я буду показывать, как их можно очистить. Это чуть-чуть позже. А сейчас я разрежу говяжью ногу. Вы должны запомнить, что первые два часа у вас варятся только ноги, куриные лапы и говяжьи суставы. Если вы сразу отправите и курицу, и говядину, и свинину, все мясо, которое вы хотите, у вас в конце получится просто переваренное не мясо, а тырса. Поэтому сначала мы бросаем два часа, варим такие плотные ингредиенты, а потом уже будем добавлять мясо. Все, разрезаю ногу. Сейчас это мы все сделаем очень быстро. Хорош ножик. Хорош это вот такой. Дощечку. И сейчас вот так между двух суставов начинаю разрезать. Я вчера на ночь это вытащила. Оно все размерзлось хорошо. Потихонечку, не спеша, хорошо сейчас разрежется. Немножко трудновато. Можете попросить мужчину это сделать, если у вас не получается. Ну, девочки. Вот, смотрите. Я разрезала на две части. Некоторые вымачивают. Но я считаю, что не нужно ничего вымачивать, потому что сейчас закипит. Мы соберем пену. Или же, если вы сомневаетесь очень сильно, то можете первый раз закипело все слить. Мясо, вернее, вот эти суставы обмыть, налить водой и варить уже окончательно. Но, я делаю так. Вот сегодня я показываю, как готовлю холодец я. Так, все. Значит, я, как обычно, одеваю очки и вот здесь все просматриваю, чтобы не было волос. Потому что вот здесь под шкурку могут попадать волосы. Но я уже это все просмотрела. И у меня все чистенькое. Есть люди, которые выварили, вынимают этот, эти копыта и выбрасывают. А я не. Я люблю их разобрать, залить этой жидкостью и потом кушаешь. Боже, ну получается такое вкусное. Прямо режешь его ножом. Невозможно его отрезать ножом. Все. Отправляю эти суставы в казан. Вообще, когда вы варите холодец, у вас вода должна быть выше на два пальца от мяса. Потому что у меня очень долго получалось так. Мяса много, а жидкости мало. И оно получается не холодец, а просто как зельц. Поэтому на два пальца выше уровня мяса должна быть у вас вода. Так, теперь сейчас я вам буду показывать, как же очищать вот эти вот куриные лапы. Смотрите, сейчас я быстренько их сюда высыпаю. Я уже поставила чайник. Когда покупаете в магазине лапы, конечно, нужно их хорошенечко обсмотреть. И самое главное понюхать, потому что, чтобы они не были уже, знаете, куриное мясо, вот именно тушки курицы, очень быстро дают такой запах. Я называю пахнет землей. Поэтому, так, и сейчас прямо кипятком крутым обдаю. Крутым-крутым кипяточком обдала. так. Чтобы все они были в воде. Сейчас мы будем им делать педикюр. Так, все, пусть постоят минуточек 5-7. Ну что, водичка немножко остыла, давайте будем очищать. Смотрите, прямо само оно сдирается, не надо ничего тянуть. Смотрите, видите, как шкурочка снимается. То есть, на этих лапках не должно быть желтого. Ну вот это, это просто цвет уже под шкурочкой такой. А так вот, пожалуйста, так, ногтиками поддираете, вот так вот, смотрите, и снимаете. Вот. без проблем. Очень легко. Даже не надо в горячую, холодную воду. Видите, какая беленькая лапка становится. Видите? Никакой сложности нет. У раз пальчики. Поддеваете ногтиком и снимаете. Поддеваете и снимаете. Вы вчера смотрели «Зважение до счастлива». Боже, я в шоке. Как Аркаша похудел. Как похудели вот эти две девушки. Я не смотрела, только вчера финал смотрела. То есть, человек, если захочет, он может сделать все. Нету такого, чтобы человек не сделал. Так, если где-то не поддевается, вот так ножичком поделите. Все у вас снимется. Так, теперь, смотрите, обрезаем и делаем педикюр прямо у основания. Все, проверили ножку. Вот это, это уже под шкурой, но вы можете срезать. Если вам не нравится, вы можете так вот ножичком подрать. Этот цвет весь уберется. Это просто, видите, это не чешуя. Где не снимается, обрезчик повыше. Все, вот такая белая лапка. Смотрите, какая она была и какая она стала. Видите? Вот, пожалуйста. Все, вот такие очищенные лапки отправляйте туда к копыту. Пусть они варятся вместе с копытом. Ну что, а я продолжаю очищать дальше. Видите, еще холодец не кипит, но уже на поверхности собирается вот такая пенка. Не дожидайтесь бурного кипения, а собирайте вот эту пену и отправляйте в мисочку. Ну, потом мы это все выбросим. И только закипит сразу на маленький огонь. Видите, все нормально, цвет нормальный, самое главное, чтобы не было бурного кипения. Все, собираю сейчас эту пеночку и за это время закипит холодец и прикручиваю немножко огонь. Видите, начинает дышать вот в этом месте, вот такие вот маленькие разводы. Это вот так вот холодец и должен вариться. Но я его сейчас переставлю на более маленький огонь, потому что здесь очень сильный огонь и вы не сможете отрегулировать, ну, вернее, я не смогу отрегулировать. А вот на таком маленьком огоньке будет вот так томиться. Запомните, не должно быть бурного кипения. Так, вот я взяла вот такую луковицу неочищенную, видите, вот, обрезала хвостик и бросаю сюда. Луковицу отправляете сразу. Морковку добавим тогда попозже. Луковица даст, во-первых, нам аромат, а во-вторых, даст красивый такой янтарный цвет. Не зеленоватый, а янтарный. Все. Ну, по мере кипения, видите, вот смотрите, сейчас будет хорошо видно, вот посредине сильно большой вулкан, поэтому прикручиваем. Мясо должно просто томиться, просто. Вот поэтому холодец лучше ставить на ночь или же вот рано утречком встали, часов 5-6, он у нас будет вариться. Смотрите, сколько я уже насобирала пены, вот пена эта, собирайте пену, поставьте вот рядом чашечку и собирайте пену. Не солили, не перчили, ничего. И теперь закрываем крышкой, вот так, даже плотно, маленькое кипение, не надо здесь. Хотя, некоторые говорят, может это правильно, что конденсат образуется и получается по кругу, разбавляется ваш холодец, ну, не такой концентрированный вкус будет. Поэтому можете чуть-чуть приоткрыть. Но этот конденсат сейчас не страшен, потому что мы варим сейчас, вывариваем только будем говорить кости, мы получаем желирующую массу, которая есть в костях. Все, закрыли, пусть себе варится. Отрегулируйте огонь, чтобы просто дышало. Все, мы с вами отдыхаем, занимаемся, будем украшать елку, накрываем, вернее, ищем посуду, есть чем заняться. Такой резкий переход, это пока варится холодец, я была в парикмахерской, немножко волосы покрасила, сделала маникюр, то есть полностью подготовлена к Новому году. Хотя не собираемся никуда идти, но сейчас за спиной у меня наша центральная площадь, и здесь у нас елка очень красивая ночью, вот именно завтра, 31-го ночью, я хочу, вернее, 1-го числа уже, сейчас ночью, я хочу приехать сюда, так красиво, я хочу вам показать, какая у нас красота здесь, поэтому, все, едем домой, будем доваривать холодец, ага, все, едем. Мы опять уже дома, и продолжаем готовить холодец, сейчас я вам покажу, какое состояние уже имеют лапы, и я уже отправила туда говядину, и индюшатину, поэтому смотрим. Это я только отправила, вот крылья индюшачьи, и говядина, вот такие вот кусками, сейчас вам покажу, единственное, что пока я ездила, говорю, Сашунь, посмотри там, она говорит, я добавила немножко водички, говорит, не добавляла огонь, ну, чересчур кипела, ну, не страшно, смотрите, я вам показываю сейчас ногу, видите, вот уже начали кости виднеться, вот видите, как вот начинают кости отсюда вылазить, вот только сейчас добавляйте основное мясо, сейчас начнется уже с ног вывариваться желатин в эту массу, и мяско у вас сварится, ну, пусть говядина у вас будет вариться час, индюшатина приготовится быстро, все, добавили, вот наверху, видите, у меня оттуда добавляла всевозможные специи, тимьян, все, это не страшно, мы будем все процеживать, сейчас можете чуть-чуть посолить, и почистить одну морковку, и бросить сюда, пусть морковка варится, это для оформления будет, то есть вам все понятно, да, закипает опять, собираем пенку, если будет, и на маленьком огне варим, что, смотрите, кипит наш холодец, я бросила одну морковочку, такую почистила, это для украшения, посолила чуть-чуть, добавила перец горошком, там у меня гвоздичка была, чеснок еще не бросала, то есть на соль будем в конце пробовать, сейчас наша задача, чтобы сварилась телятина, и индюшатина, я собирала вот это сверху, весь, всю пену, весь жир, но не страшно, когда все мясо будет готово, мы отключим, выключим огонь, чуть постоит, остынет, и потом мы прямо сверху соберем жир, но все равно мы будем процеживать через ситечко, то есть сейчас должно полностью свариться мясо, ждем, что, холодец уже сейчас буду отключать, но мы должны отправить, зубочек чесночка будет достаточно, я вам уже много раз говорила, что я не сильно люблю, когда много чесночка, а вот именно чуть-чуть, вот так, чтобы пикантность придать, мы сейчас добавим, можете на чесношницу подавить, но мне лучше вот измельчить так, сейчас вы должны уже по соли довести, все, то есть выключаем холодец, уже полностью он у вас посоленный, поперченный, и чесночок просто-напросто должен прокипеть, и все, выключаем, я достала морковку с холодца, вообще, если вы варите ночью холодец, ну, вернее, с вечера поставили, встаете вот в 3 часа ночи, а холодец у вас уже готов, поэтому выключайте, не бойтесь, немножко сверху он еще лучше будет подстынет, вы весь жир соберете, и все, но мы не будем ждать всю ночь, потому что, может кто-то из вас сейчас поставит с вечера холодец вариться, так, морковка должна остыть, мы просто будем использовать ее как декор, заливать холодец, я буду вот такие вот тарелки, глубокие, вот такие вот, я не люблю в сутки в эти жилетные, холодец залитый, просто мне не нравится, это знаете, как вот раньше было в столовых, а на стол для Нового года, я залью вот в это блюдо, красивое, будет очень хорошо, дальше, смотрите, я сварила перепелиные яйца, купила, но они очень-очень свежие, плохо чистились, но ничего, это все для декора, я люблю, чтобы в холодце была половинка яйца, и кусочек морковки, это самое главное, так, тарелочкой мы ставим, чтобы было все лишнее, убираем, чтобы было у нас удобно, и потом поставим сюда, казан с холодцом, ну, что я вам рассказываю, сейчас я все буду вам показывать, что буду ставить первое, что второе, так что, еще чуть-чуть подождите, ставлю казан аккуратно сюда, даже немножечко дальше поставлю сейчас его, так, одну скульчу горячо, осторожно, самое главное, так, и сейчас вот в эту миску, я должна аккуратно, не колотивши, вытащить мясо, все равно чуть-чуть будет у нас остывать, так, мясо, говядина, ногу пока не трогаем, пусть она будет там, я вам говорила, что я люблю ногу залитую, я ее обязательно залью, только не сейчас, пусть пока она полежит, в общем, так, много говядины, конечно, у меня получается, это тимья на ветке, так, самое главное сейчас, достать чистое мясо, которое у вас будет идти в холодец, так, оно должно немножко остыть, мы можем его вынести, сейчас я вынесу его, пусть остывает, так, теперь, вот видите, здесь у нас вот такие вот ноги эти есть, мы выбрасывать этого не будем, тоже, мы отделим от кости, и это будет, самое-самое вкусное, луковица разварилась, ну, конечно, так вот, как я сейчас телепаю, нежелательно, но, видите, луковица разварилась, но мы ее выбросим, ничего страшного, так, пока я выключаюсь, сейчас пойду возьму пару спонжиков, подостыла, и теперь наша задача, чтобы в каждую мисочку попадала по кусочку, и говядины, и свининки, и дюшатины, в равных частях, не так, что в одной тарелке там одна говядина, во второй тарелке только одна свинина, по чуть-чуть, распределяем все мясо, разрывая его на волокна, вот так вот, берете вилочкой, вилочкой, распределяете, если вы выключили ночью, то у вас оно будет холодно, без проблем, вы ее возьмете ручками, сильно мелко не нарывайте, я вам сейчас покажу, я сейчас в тарелку вот в одну насыплю, покажу вам, как должно это выглядеть все, смотрите, вот так вот я тарелки понаполняла, видите, тут разное мясо, конечно, мяса у меня многовато всегда получается, но ничего, пусть так будет, теперь, смотрите, мы разрезаем яйцо пополам аккуратно, и выкладываем сюда вот на тарелку, вот так вот по одному, одно яйцо пополам будет достаточно, вы можете использовать не перепелиное, а куриное яйцо, это пожалуйста, это какие у вас есть, такое используйте, ну просто классика, в холодце должно быть яйцо, не знаю, кто это придумал, но не я, не мы, значит, давайте будем делать так, как положено, так вот так вот яйца разрезаем, везде половинки яиц, так, большое блюдо, я 4 яйца положу, вот так вот, потому что это очень большая тарелка, так, вот одна тарелочка, видите, теперь я беру морковку, и можете вырезать красиво, фигурно, но я люблю вот, секундочку, вот так просто, раз, и тоненько, два, очень красиво, если у вас есть укропчик, вокруг вот так укропчиком сделать, вообще по идее, холодец делается, в глубокой миске, потом, когда застывает в горячую воду, и переворачивается, но это лишняя, как говорится, головная боль, будем делать так, то есть у нас сверху он будет прозрачный, это если свиные ножки, то там можно что-то еще придумывать, у нас он прозрачный, поэтому не будем выдумывать велосипед, не будем лишним за, ну, перегружать тарелки, то есть то, что у нас есть морковка, и опять, чтобы не бежать в магазин, потому что вы видели, какие цены там на зелень, поэтому, даже остается, вот где-то приблизительно вот так, больше ничего не надо украшать, так, сейчас продолжим дальше, перемешать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...